Друзья, если мне прямо сейчас предложат посмотреть какой-нибудь даже детский фильм-сказку, с удовольствием посмотрю, так как от наших сказок просто веет добротой и теплом, и искренние улыбки актеров заряжают позитивом. Я расскажу вам о 10 фильмах, которые мне очень нравится. В Морозко у старика и старухи есть две дочки. Настенька это хорошая старикова дочка и Марфушенька старухина. Здесь мы уже все сразу понимаем по именам, что первая дочь хорошая и работящая, а вторая ленивая и мерзопакостная. И все было бы плохо у Настеньки, если бы в жизни их недружной семьи не появился Морозко. Очень справедливый старичок с добродушной улыбкой. Спойлерить не буду, смотрите и узнаете, чем дело закончилось. В фильме Королевство Кривых Зеркал главной героиней является непослушная девочка Оля. Девочка очень капризная и ленивая, и вот однажды Оля попадает в Королевство Кривых Зеркал, где вообще нет обычных зеркал, потому что злые и не очень честные обитатели королевства не желают казаться лучше, чем они есть на самом деле. Выполнен фильм на очень высоком уровне и способен порадовать не только вас, но и ваших деток. Ну, сказку 12 месяцев знают все, а для тех, кто не знает, рассказываю, что эта история о том, как жадность одной девочки и каприз другой едва не обрекли на гибель третью, как и положено в сказках милую, добрую и беззащитную. Такую же, как и подснежники, которые эта девушка все-таки нашла в новогоднем лесу. Очень часто сказки называют именами русских девушек с прилагательной приставкой. Сказка Марья Искусница тому доказательство. Здесь мы узнаем о том, что закончилась у солдата служба и он спешит домой, но по пути в родные места довелось ему сделать еще одно доброе дело, помочь мальчику Иванушке вызволить из плена матушку свою, Марью Искусницу. Уж как не старался могущественный и хитрый царь Водокрут со своей придворной нечистью, так и не смог побороть солдатскую смекалку и доброе сердце. Еще одной девушкой в нашем топе сказок является Варвара Краса Длинная Коса. В сказке речь идет о царе Еремеи, которого шантажом и хитростью придворный царь Чудо-Юдо заставил отдать своего сына. Фильм очень позитивный, так что если не смотрели, настоятельно рекомендую ознакомиться. Одной из любимых сцен считается та, где мишки на плоту лапой едят мед из бочонка. Фильм на золотом крыльце сидели не является классической сказкой, это скорее пародия, исполненная в дурашливой манере. Наличие телефонов, страдавние времена и кощей, летающий на горы ночи в мотоциклетном шлеме, как на истребителе, забавляет. Еще одним выдающимся фильмом считают сказку о потерянном времени, где четыре злых волшебника решили вернуть себе молодость. Им достаточно было найти нескольких юных лентяев и воспользоваться бездарно растраченным ими временем. Думаю, что в нашем современном мире этих лентяев было бы найти еще проще, ибо все поголовно детишки сейчас сидят дома с головой погруженные в компьютерные игры. «Снежная королева» — это еще одна очень известная трогательная сказка о великой любви, о человеческой доброте и верности своему долгу. Фильм-сказка повествует о необычном путешествии скромной маленькой Герды. Она разыскивает своего друга Кая, а ведь «Снежная королева» умчала маленького Кая в свои ледяные владения и превратила его доброе, отзывчивое сердце в осколок льдинки. Фильм «Три толстяка» расскажет нам о ловком канатоходце Тибули, о смелой и дерзкой девочке кукле Суок, о добром докторе Гаспаре и о трех тиранах-правителях. И главное о том, как искренность и любовь побеждают в маленьком человеке наследники тиранов Тутти все ненастоящее, пробуждая в нем самого обычного мальчишку. Фильму 30 лет, а он все не стареет. Ну и закончить свой обзор я решил фильмом «Финист. Ясный сокол». Стародавние времена, жил на Руси простой пахарь, и богатырь звали его финистом. И защищает этот богатырь Русь от нечисти. Руководитель этой нечисти Картаус посылает своего прихвостника Стрюка извести богатыря. Тот обманом заманивает финиста в подземелье, где заколдовывает и превращает в чудовище. Разумеется, фильмов-сказок очень много, и их почему-то практически перестали снимать в последние годы. Если решите поделиться со мной названиями современных сказок, с удовольствием сделаю еще один обзор. Пока, друзья. Смотрите только хорошие фильмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова